Много тыс. лет назад жил йогин по имени Сунира. Считается, что Сунира был из поколения, следующего сразу за Сабдариши. Он жил и работал в горах, на территории современного Непала. Он взялся за немыслимый проект. Сунира увидел, что человеческое сознание может эволюционировать, если было бы создано совершенное человеческое существо, которое могло бы передать это самым разным людям. Отчасти он происходил из традиции Шивы, и он мечтал создать сущность, подобную ему. Он хотел воссоздать живого Шиву, идеального мирового учителя, который был бы многомерным во всей полноте, а не просто практикой того или иного рода. Шива исследовал всю полноту человеческого сознания и человеческого тела каждым из возможных способов. И Сунира хотел создать подобную ему сущность. Он начал выстраивать такое энергетическое тело, а затем решил, что в дополнение к этому он мог бы создать физическое тело и дать ему свободно выйти в мир с продолжительностью жизни в несколько сотен или тысяч лет, чтобы до того, как его время истечет, он успел преобразить весь мир. Итак, Сунира начал работать над своим проектом, и, конечно, умер не завершив его. В следующие 40 тысяч лет то тут, то там многие амбициозные йогины брались за проект, который начал Сунира, и пытались воссоздать энергетическое тело совершенного учителя, способного трансформировать человеческое сознание. Они назвали его Майтрея. Майтрея означает «друг», истинный друг человечества, который придет изменить человеческую природу, мировой учитель. Поколение за поколением многие йогины пытались продолжить незавершенный проект Суниры. Этот проект всегда был частью йогического знания, но в прошлом веке он вышел наружу и превратился в социальное знание, потому что над ним поработали теософы. Они Бизант, Леббитер и Мадам, как ее зовут, с непроизносимым именем, Блаватская. Эти трое взялись за этот проект. Они заявили, что собираются завершить его. Они накопили огромное множество оккультных знаний. Вероятно, впервые за последние несколько сотен лет, и определенно впервые современным, а не традиционным образом, они взялись за этот проект. И попытались определить местонахождение этой сущности. Они хотели возобновить и закончить этот незавершенный проект. Была проделана некоторая работа. У них были знания, но не было способностей. Они собрали много информации, но не смогли получить все, что требуется для создания чего-то подобного. Дважды они пытались провозгласить, что завершили проект, что совершенная сущность уже здесь. Но это не сработало. Параллельно в течение двух последних тысячелетий существовала другая линия. группа йогинов, которые знали об этом великолепном, но совершенно невыполнимом проекте Суниры. Они начали работать над созданием похожей силы, чтобы создать похожую возможность, но с совершенно другим пониманием. Создать совершенное существо, но не как человека, не в человеческой форме, потому что поместить такую возможность в человека. Человеческая система обладает всеми потенциальными возможностями, но все же в ней отсутствует необходимая целостность границ, чтобы удержать это. Люди пытались создать Дианолингу в других местах и до этого. За последние две-три тысячи лет предпринималось множество проектов, но все они оказались заброшены на полпути из-за тех или иных трудностей. В Боджпуре, немногим более тысячи лет назад, была предпринята попытка создать Дианолингу. Местный король поддерживал проект, так что финансирование было огромным. Великолепный храм. Они наполовину завершили его строительство, а оставшиеся чертежи они вырезали в камне, потому что чертежных досок тогда не было. Они выровняли камень и вырезали на нем тщательно продуманный план храма со всеми подробными архитектурными деталями. У них был грандиозный план, красивое местоположение, но в силу ряда причин работа была завершена только наполовину. Над одним только лингамом они работали более трех лет. Тот йогин, который начал процесс, и с ним еще четырнадцать человек. Два года ушло на то, чтобы этот йогин смог подготовить эти четырнадцать человек, семь мужчин и семь женщин, чтобы они достигли определенного внутреннего состояния, после чего они начали свою работу. Они завершили лингом почти на девяносто пять процентов. Но в это время произошло вражеское вторжение. Пришли захватчики. Они застали этих людей в особом состоянии, которое показалось им пугающим. И они атаковали их. Во время нападения левая нога йогина была отрублена. Из-за телесного повреждения он не мог продолжать эту работу. Поэтому они решили, что сольются с лингомом и таким образом завершат работу. Он обучил другого йогина, как запечатать энергии. Йогины оставили свои тела и слились с лингомом. Но тот йогин, который должен был завершить процесс, был настолько ошеломлен ситуацией, что не сумел запечатать лингом. Не запечатанный вовремя, лингом просто треснул. Даже сейчас можно увидеть в лингоме раскрытую прямую трещину, примерно 8-10 сантиметров шириной. Сейчас ее заделали известью. Археологический департамент наложил заплатку из извести. Но лингом просто треснул. Создание подобных структур было стремлением многих йогинов, потому что… создание инструментов для просветления — не просто учений, практик, которые можно выполнять, но живых инструментов, которые могут вовлечь людей в процесс — это всегда было великим желанием йогинов. Один из них, который обладал таким желанием, назначил на эту работу меня. Моя встреча с ним длилась всего несколько минут. В эти несколько мгновений этот невероятный хитрец поработил у меня для выполнения своего проекта. Все, что я делал, вращалось вокруг этого проекта, потому что такова была мечта моего гуру. Его видение заключалось в создании дьянолинги. Это воля и благословение моего гуру. Думаю, мне стоит рассказать вам кое-что о том безумии, о том, откуда я. После двух жизней душераздирающей садханы, очень интенсивной, поистине душераздирающей садханы, в течение этих двух жизней люди называли меня «шива-йоги». И когда это было необходимо, когда появился мой гуру, и когда он решил, что не будет касаться меня, он дотронулся до меня своей палкой. И все, что нужно было осознать, было осознано. Я был на самом пике всего. И этот человек, которого называли «шива-йоги», пытался восполнить возложенную на него миссию. У него это не получилось. Он вернулся снова. Как садхгуру Шри Брахма. Он очень старался. Он почти преуспел, но не сумел привлечь расположение общества, поскольку его интенсивность не могла встретить понимание в тех социальных обстоятельствах. Так что он не смог воплотить это. Он подготовил несколько человек, а затем поднялся в гору. Он проверял себя. Почему он потерпел неудачу? У него было все. Почему этого не произошло? Он знал, что дело не в том, что ему не хватает умения. Он просто не привлек необходимой поддержки общества. Он поднялся в гору в последний раз. И перед этим здесь, в предгорьях, собрались несколько его учеников. И он объявил им об этом. Они спросили, и что дальше? Он ответил, вот этот вернется снова. Он взошел в гору в последний раз. И сделал то, что является очень редким явлением. Он оставил свое тело через все семь чакр одновременно. Он просто проверял себя. Он знал, что это не так. Но все же, когда что-то не срабатывает, сначала ищешь причину в себе. Так что он проверял, достаточно ли он хорош. Он покинул свое тело через все семь чакр. На седьмой вершине можно испытать эту феноменальную, совершенно неповторимую энергию, которую вы больше нигде не найдете. Она очень сильно отличается от всего, что можно найти где-то еще. Она разительно отличается. Итак, после того, как он сделал это, он знал, что проблема в том, что обстоятельства не были уложены должным образом. Когда мы пришли в этот раз, мы спланировали все до такой степени, что определили для нескольких нужных людей, где они родятся, в каком чреве, как все было спланировано. Я разместил необходимых для освещения людей в нужных местах, чтобы в нужное время все сошлось. Несмотря на это, для того, чтобы собрать все воедино, потребовалось 18 лет подготовки в этой жизни. Чтобы собрать людей, напомнить им об их прошлом, привести их в это место, для вас это звучит похожим на выдуманную историю. Но для нас это живая реальность. Сам процесс освещения занял три с половиной года. Это был очень интенсивный процесс. Жизнь того, кто стал свидетелем этого освещения, никогда не будет прежней. Они стали свидетелями того, что не могли себе представить даже в самых смелых фантазиях. Они до сих пор не могут поверить, что это действительно произошло. Йогин Сунира работал всю жизнь. И когда его жизнь подошла к концу, но мечта о создании совершенного существа осталась невоплощенной, Сунира предсказал, что спустя очень долгое время, работа, которую он начал, найдет завершение и будет реверберировать не там, где он ее начал, но у зеленых гор на юге. Наши горы зеленые. Мы на юге. Так что пророчество Суниры сбылось, но не так, как он думал. Диана Линга подобен живому гуру. Роль гуру заключается не только в том, чтобы наставлять духовного искателя и давать ему учения. Самая главная причина, по которой духовный искатель ищет гуру, заключается в том, что гуру может подтолкнуть его энергией в иное измерение. Этот аспект роли гуру в жизни духовного искателя очень хорошо реализуется дьяна-лингой. Стоит человеку попасть в сферу дьяна-лингии, как в него неминуемо будет посеяно зерно духовного освобождения. Субтитры создавал DimaTorzok 5-6 июня. Впервые в России Садгуру проведет программу «Внутренняя инженерия» с переводом на русский язык. Программа предлагает технологии, позволяющие создавать вашу жизнь такой, какой вы хотите. Субтитры создавал DimaTorzok